Мои юные кулинары, я снова вас приветствую! Спасибо, что заглянули на мою кухню. Что же я сегодня готовлю? Это соус. Я его называю соус ко всему. И действительно, он подходит и к мясу, и к рыбе, и к овощам. В качестве заправки можете смело его использовать. Готовится он легко и быстро из продуктов, которые всегда есть в холодильнике. Главное в этот соус не жалеть зелени. Вы видите, как я щедро нарезала укропчик, зубчик чеснока тру на мелкой терке. Можете пропустить его через чесночный пресс, как хотите. Если есть кинза или петрушка, так же прекрасно пойдет в этот соус. Смело добавляйте. Так же надо его посолить по вкусу. У меня соль со специями адыгейская. Добавляем черный перец. Я его очень люблю и не жалею. Осталось только заправить соус. Я возьму сметану. Вы можете использовать также нежирный йогурт, если хотите снизить калорийность этого соуса. Все хорошенько, тщательно перемешиваем. Вот майонез сюда категорически не подходит. Про него здесь мы даже не думаем. Далее в качестве заправки я использую сыворотку от сыра фета. Если у вас ее нет, а есть, например, молочная сыворотка, можно использовать. И так же добавляем воду. Просто воду без сыворотки добавить можно. Вкус от этого не изменится в худшую сторону. Поверьте. Экспериментируйте. И, кстати, это еще не все. Вот этот ингредиент ни в коем случае не пропускаем. Обязательно добавьте мяту. В моем случае это сушеная мята. Если у вас есть свежая, вы можете ее также добавлять, только очень мелко порезать. Мята придаст этому соусу еще больше летней свежести и вкуса. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, используете ли вы мяту в салатах или для вас это абсолютно новый ингредиент. Тогда настоятельно рекомендую попробовать. Вот посмотрите, вот такой консистенции получился соус. Он не жидкий и не густой. Я еще решила добавить перца, потому что мне его всегда мало. Черный свежемолотый перец, он не сколько острый, сколько ароматный. А приготовила этот соус я сегодня к стейку из лосося, который пожарила. В общем, мне сегодня будет очень вкусно. Надеюсь, так же вкусно будет и вам. Напишите, что думаете об этом рецепте. И спасибо вам за лайки, подписки и комментарии. Давайте общаться, будем на связи. Готовьте, будьте счастливы. Обнимаю всех и каждого. А тех, кто подписан по традиции два раза.